Все, все нашли себе удобное место. Мы сегодня начинаем программу наших мастер-классов на выставке книг глазами дизайнеров. И большая просьба ко всем внимательно смотреть за объявлениями, потому что даты мастер-классов могут меняться по независимым абсолютно от нас обстоятельствам. Поэтому каждый раз уточняйте на сайте библиотеки и в группе на фейсбуке выставка глазами дизайнера, там всегда будет точно, будет ли сегодня, как объявлено было, заранее мастер-класс. Но сегодня, слава богу, я надеюсь, он состоится и состоялся уже, потому что мы все пришли, и Александр Борисович здесь с нами. Это большое счастье. И первый мастер-класс, естественно, мастер-класс одного из не только наших ведущих дизайнеров, но нашего общего учителя Александра Борисовича Коноплева, который много лет преподает полиграфию. И не только там учит нас всех тому, что такое книга. Александр Борисович, вам слово. Формат нашего сегодня мастер-класса будет такой. Сначала слова от Александра Борисовича, а затем вы можете ему задавать столько вопросов, сколько посчитаете для себя необходимым. Вам микрофон. Добрый вечер еще раз. Значит, я Александр Коноплев, как-то я не привык, считаю, Александр Борисович, но уж так получалось. Ну, вот я первым оказался в этом черном списке, и поэтому я попробую сказать вам какие-то свои достаточно короткие соображения. Я их написал конспективно для себя, и не смущайтесь, если я буду время от времени поглядывать в свои записи. Итак, что такое книга? Давайте начнем с этого. Ну, тут много вопросов, что такое книга. Вот тут есть тот из моих студентов, я говорю, они знают, я на эту тему тоже с ним разговаривал. Ну, я должен сказать, что прежде всего давайте определим, что это физический объект, который имеет, как правило, прямоугольную форму. Хотя, возвращаясь немножко к истории, весьма недалекой, я помню, как Медведев Владимир Васильевич попробовал сделать книжку треугольной. А еще, если мы обратимся раньше к опыту 20-х годов и начало 30-х, когда работали клутцы или сиски, там делали вообще все, что угодно. Значит, книга. Это набор определенного текста. Это набор определенной информации. Традиционной книги, что есть? Я всегда, а вам титул, правда? Титульный лист или титульный разворот. Оборот титула, спусковая полоса. И самое главное, что в книге является основным? Это, наверное, то, как вы решаете вот эту разворотную поверхность. Книжный разворот. Потому что там вы размещаете все основные компоненты вашей будущей работы. Это текстовая полоса. А в этой текстовой полосе еще соседствуют колонн титулов, колонн цифров, сноски и какие-то отдельные страницы примечаний, которые тоже выносятся на паэл. А что на титуле? На титуле названия книги, издательства. И на титуле, как правило, помещают автора и издательство, и издательскую марку. Вот это такой вход, традиционный вход в книгу. И вообще, я как-то вот стараюсь говорить с вами сейчас о традиционных вещах, которые так или иначе, несмотря на время, оставались всегда и, вероятно, будут оставаться. О чем бы я хотел сказать дальше? Что, раскрыв любую книгу, мы попадаем в особое пространство. Почему пространство? Потому что, вы подумайте сами, это текст, который написал автор, и там есть свое пространство. И вы, зритель или читатель, который существует в своем пространстве, значит, происходит соединение двух пространств и нескольких времен. Потому что, в пространстве, которое предлагает автор, там может быть движение по горизонтали, по вертикали, вверх, вниз, в глубину, вниз, как угодно, под землю, на небо. Зависит от автора. Потому что, если возьмете, вы Маркеса, это одно, если возьмете Толстого, это другое, если возьмете Булгакова, это третье. Если возьмете текст Маркса, это совсем четвертое. Стало быть, вот там свое, в каждой книге свое пространство, которое состоит из перечисленного того, что я вам сказал, и самое главное, зависит от того, как автор этого вам предлагает. С одной стороны, а с другой стороны, как человек, который делает дизайн или дизайн и иллюстрации, как угодно, книгу, представляет это себе, вероятно, по-другому. Стало быть, происходит не столкновение, но соединение, вот вдумайтесь, двух пространств. Пространство автора и пространство человека, который смотрит книгу, который решает, как ее делать. А помимо этого, помимо этого, возникает еще ведь одно пространство. Пространство того времени, в котором рассматривается эта книга. Стало быть, нам надо быть готовым к тому, что каждый человек является не только читателем и узнавателем, если так можно сказать, пространством автора, но и он создает собственное пространство вокруг этого литературного произведения, вокруг этого книжного блока, как мы говорили с вами. А потом начинается самое интересное. Когда мы входим в этот книжный блок, начинаем читать, то там вдруг выясняется, что пространство безгранично и не лимитировано ничем, кроме вашего соображения, вашего воображения. Потому что, если вы возьмете «Войну и мир», то вы увидите, там множество разных пространств. Если вы возьмете Маркеса, это еще более усложнено. Если вы возьмете какого-то русского писателя, традиционного тамбурное что, а возьмите Александр Сергеевич Кушкин. Ведь путешествие Онегина и вообще Евгения Онегина это нагромождение, концентрация разных пространств и разных времен. И поэтому так трудно это сделать. Я думаю, вероятно, удалось только Андрею Костину, который в конце 90-х сделал иллюстрацию к Евгению Онегину. И вышла одна книжка, которую выписал Троянко. Правда, он ее выписал не в том формате, в котором предполагал Андрей, я это знаю точно. То, что Андрей предполагал, что эта книжка будет большого формата и в ней будут напечатаны вещи в натуральную величину. Аркадий сумел выпустить, у него не было возможности, книгу небольшого формата. Но, тем не менее, это был прорыв, потому что вдруг появился другой Евгений Онегин. другой, абсолютно ни на что не похожий, в котором было разное пространство, разные глубины, разные герои. И все это было еще сделано с такой долей саргазма и юмора, который был присущ Андрею. Вот еще одно произведение, которое я бы хотел вам привести к примеру. «Мертвые души» Николая Васильевича Гоголя. Это вообще какой-то такой загадочный мир. Посмотрите, сколько там пространств. Там у каждого героя, независимо от того, кто это, Собакевик, Чищиков, Плюшкин. Есть свою пространство. А как это сделать тому, кто делает дизайн этой книги? Я подчеркиваю, дизайн. Что с этим делать? И тут у вас есть некоторые инструменты, к которым вы уже привыкли. И вы должны их знать, но, может быть, не всегда умело пользуетесь. Помимо этого, у вас появилась такая замечательная программа, как эндизайн, которая дает возможность пользоваться этим совершенно свободно. Хотя и в кварке это можно было сделать, поверьте мне, но вы уже работаете в другом времени. Вы работаете в 21 веке. Стало быть, у вас эндизайн. Стало быть, дизайнер и художник должен делать не только решение формата и полосы набора, что самое главное, но и решение того, как это все располагается в книге. Потому что вы начинаете работать с произведением, которое подталкивает к вас, хотите вы или это нет, созданию собственного пространства, как книжного, так и вашего пространства. Вы же не уходите из этой жизни, слава богу, вы корректировали эти в 21 веке или в 20-м, как вот там был Костя или Попов Николай, который делал свои замечательные трендсы, брендсы-губенцы. Знаете эту книжку? Или нет? Узнаю. Надо знать. Замечательная книга, светная, считается, что для детей, хотя я думаю, она абсолютно взрослая. Я вам советую ее настоятельно посмотреть и как-то для себя проанализировать. Так вот вы делаете свое это пространство книжное, исходя из того, что вы живете сейчас, что вы живете на определенном расстоянии. Как вы сказали, когда мы учились, на определенном отскоке от того времени, которым вы работаете. Это требует сразу определенного какого-то, простите за тавтологию этого слова, определенного подхода. И этот подход решает только дизайнер книги. Что здесь в первую очередь? Вы, конечно, понимаете, что без теперешнего инструмента, который одновременно гениальный инструмент, но и страшный искуситель, я имею в виду компьютер, это все трудно уже представить. И вы все работаете в эндизайне, в крайнем случае в Кварке, или вы работаете в Майкрософтской какой-то программе, в Ворде. Но все-таки это то, что вам дает на первый взгляд абсолютную, безумную свободу. Почему? В первую очередь вы получаете вдруг безумное количество шрифта. То, чего не было ни у кого из нас, когда мы начинали работать. И компьютер появился вот у меня в обиходе где-то в 94-м году. И больше ничего не было до этого. До этого мы все клеили. Вплоть до того, что, вы понимаете, мы расклеивали полосу набора из нужного кегля, фотографировали, смотрели, как это получше. Это сейчас трудно представить, но это было так. Сейчас все по-другому. Вы захотели, набрали 11-м кегля на 13-м, захотели, набрали 12-м на 14-м, захотели, набрали 12-м на 16-м. И все это легко видно. Как на экране, так и на принтере, который вы можете включить, он вам все отпечатает. Стало быть, вопрос выбора. А если вопрос выбора для вас, для каждого человека, который в книге работает, собирается или уже работает, это вопрос выбора шрифта. И если вы возьмете лучшие образцы этого труда, давайте обратимся, это 17-й, 18-й, 19-й век, русский ампер, 70-е годы, русский, когда начинают появляться такие маленькие ростки, модерна, которые еще там через 30 лет прорастают в могучее течение. Но шрифт. И все это решает шрифт. Значит, шрифт, а как вы его выбираете? Тоже важно. Ведь можно же из этого тысячного набора шрифтов, которые вот вываливаются там и Трофимову, и Гусеву, и Коноплеву, и Кричкову, и Бемову, которые там скромно стоят. Надо же выбрать что-то то, что вам надо сейчас для вашей работы. еще один сразу возникает момент. Как вы это выбираете? Я такое делаю тур де форс, возвращаясь немножко назад. Ведь все же начинается с формата, правда? С пропорции формата. А пропорция формата диктует нам в работе пропорция полосы. и эти пропорции диктуют нам все различные виды форматов, которые мы можем использовать в нашей книге. Что это дает? С одной стороны, это очень разнообразит нашу работу. С другой стороны, это страшное искушение. Попробовать это, попробовать то, попробовать восьмой, десятый вариант. Но тут начинается естественный отбор, которым вы обязаны пользоваться. Вы же должны выбрать то, что функциональный подход для вашей темы. А когда вы это выбираете, то хотите вы этого или нет, вы создаете свое определенное пространство внутри книги, которую вы делаете. Потому что от того, какой формат вы выбрали набор основного текста, примечаний и сносок, давайте возьмем эти три позиции, зависит же расположение не только этих элементов, но и то, как у вас держится лист. Если вы удачно это выбрали, то тогда у вас лист держится, а если нет, то у вас начинается проваливаться и образуются белые дыры вокруг этого набора. А это приводит к тому, что пространство, которое воссоздается, делается дырявым, не плоским. И у вас возникает сразу ощущение, что вы работаете не с книгой, а с какой-то такой дырявой стенкой, в которую неудачно стреляли из пухушек или из оружия разного калибра. значит, надо удержать лист. Это первая задача, правда? Для этого выбор шрифта. Но когда мы начинали все работать, то шрифт был один, только Таймс. Других не было и ничего. Таймс Нью-Роман и все, что хочешь, то и делай. Ну знаете, это в общем было вполне достаточно, потому что все русские гарнитуры по-настоящему пошли в ход только тогда, когда появилась компания Паратай, в которой главенствовал Володя Ефимов, мой покойный, Тагир Софаев и выскочил из головы еще кто-то, третий человек, когда они начали продуцировать русские шрифты, кириллические. Сплошь и рядом это были переделки иностранных шрифтов, но они уже делались с учетом нашей азбуки кирилловской, и это было очень ценно, потому что появилось много шрифтов, тот же Чентлхэм, тот же Таймс, тот же Нью-Баскервей, которого там смотрите сколько начертаний начинают капители и кончают крупными кемлями, стало в и и или salts внутри и И какой шрифт мы набираем для внешнего оформления. Это тоже важно для переплёта, для суперобложки, для футляра, для титула. Это тоже всё происходит по выбору дизайна. Потому что одно дело, когда вы делаете шрифт, идущий на переплёт, это одна ситуация. И тут, хочешь не хочешь, вспоминаешь Павловского, который говорил, что любое изображение на шрифте – это герб. Правильно? Потому что что вы на переплёте, простите, это герб. Что вы выбрали? Какой шрифт? И какого кебля? Если вы набираете всю книгу 12 на 16 или 10 на 13, Ну понятно, да, 10 кегеля на 13 интерлиниер или 12 на 16 интерлиниер, что у вас на переплёте возникает необходимость поставить шрифт в той же пропорции. Я подчёркиваю, это в той же пропорции, в которой вы используете этот шрифт внутри книги. Это очень ограничивает и одновременно спасает от этого моря шрифта, который кидается на вас из компьютера. И вот тут задача дизайнера – выбрать это. Почему? Потому что благодаря точному выбору вы начинаете создавать то пространство внутри книги, которое вы хотите получить. И я, как говорил раньше уже только что, выбор точных шрифтов даёт вам возможность удержать лист. Или наоборот его разорвать, если вам это требуется. Ведь потому что вы же ещё работаете с иллюстрациями. А иллюстрации могут быть разные. Вот я всю жизнь работал с иллюстрациями, связанные с историей искусства. Так получилось. У меня были замечательные редакторы, и Климов, и Юрий Молок, и Тамарова Исеева, и из Крышки, речевого издательства искусства, там была очень мощная группа людей. И они точно и качественно подбирали материалы. С ним было трудно работать, потому что в одном случае это были фрески Феофана Грекова. И там вроде было бы всё понятно. Они плоские, на первый взгляд. И они все в одном измерении. А когда у вас дело, вы имеете дело с Басаном, где вообще вот так вот всё гуляет, вперёд-назад, вперёд-назад, а вы-то делаете книгу, которая плоская поверхность, на которой надо это расположить? Трудно. Конечно, трудно. И вот тогда появился такой человек в издательстве искусства, как Максим Жуков. Вообще у меня такая история, всё время будет с эксурсами в прошлое. То, что это неизбежно. Он был лучше всех образован. И Калинин вот здесь, который появлялся. И Анякс, и ваш покорный слуга, и Виктор Крючков. Все учились у него. Он нас заставлял, не боюсь того слова, заставлял делать шрифт. По нужному кеблю, по нужному росту, то есть, да? По нужной ширине, по нужной жирности. И хочешь, не хочешь, мы к чему-то приходили. Я могу сослаться на свой собственный опыт. Не потому, что он лучший, а потому, что я его знаю. Я делал с ним книжку, первую свою декоративно-прикладное искусство промышленного Урала, в которое массу придуло, всяких выкидушек и вклеек. Оформление я не мог сделать. Я помню, что я переклеивал это с шрифтом ГИЛ, потому что другого у меня не было. Для, ну как ты, Урал, литье, скульптура. Опять-таки и каменная, и деревянная, и ювелирка. Вот, значит, появился ГИЛ. Я там долго мыкался. Двадцать восьмой? Нет. Тридцатый? Нет. Жукова говорила, нет, давай попробуем еще. Еще попробую. Тридцать второе? Нет. Потом нет. Тридцать шестое? Нет. В результате мы выбрали какой-то один шрифт, на котором я построил название книги на суперобложке «Переплеты». И это была замечательная школа, мучительная, но трудная, и трудная, но очень важная. Я вдруг понял, что важен не только размер кегель, но и важен натрилияж, то есть пробелы между строками. Важны пробелы между буквами, опрошами. И как клеить? Очень плотно или с каким-то дыханием? И потом, не я один, но все пришли к тому выводу, что надо иметь такую каждый раз линейку на исходе какой-то более-менее удачной работы, в которой отмечались расстояния между буквами. И потом, когда ты делал следующую работу, ведь компьютера не было, значит, все это клеилось руками, мерили расстояние от «О» до «Т» и от «О» до «Р», или от «О» до «О» и от «О» до «А». Но это был опыт. Поэтому, когда пришел компьютер, как ни странно, стало легче. И одновременно безумно трудно. То, что можно же сделать интерлиниаж и 12, и 16, и 24, а можно 10-м кегом набрать на 13-ю новую, а можно на 16-ю, а можно и на 18-ю. И опять-таки, от чего это зависит? Это зависит от того, какой у вас формат. Книги – это первое. Формат полосы набора основного текста и формата полосы набора дополнительных текстов. Вот это все в сумме дает ту работу, которую обязан сделать каждый дизайнер. Трудно. И, должен вам сказать, на собственном опыте это бывает иногда мучительно. Значит, как к этому подойти? Ну, я вот начинаю всегда с работы с диагоналями. Пользуюсь теми заветами, которые оставила средневековая книга и вновь открыты эти же законы Чихольдом в 20-м веке. С диагоналями, как ты привязываешь к какой-то диагонали один из углов набора и начинает держаться наборной полосы основной. А потом уже начинаешь двигать дополнительные шрифты и их тоже привязываешь к диагоналям другим, которые образуются на развороте. Или выстраиваешь их в определенной другой зависимости. Какой? Модульный. Хотя желательно, я еще раз подчеркну, чтобы полоса набора и полосы все остальные, которые вы используете, наборы и в книге, были пропорциональны формату набора, формату книги, в которой вы работаете. Так же пропорционирование и размер, это вещи, которые связаны, и размер кегля тоже очень важен, и размер этих форматов, которые вы используете внутри книги. Почему? Да потому что все это и создает пространство той книги, в которой вы работаете. Если вы работаете с иллюстрациями, которые представляют собой предметы классического искусства, это одно. А если вы работаете с иллюстрациями, которые несут в себе достоинство XX века, такого художника, как Купер, к примеру, да вот у него выставка недавно была в Москве, или такого художника, который живет во Львове, как Черышников Юра. Знаете его? Надо знать. Замечательный иллюстратор Бобля. Ну как же вы? Надо знать, ребята, надо смотреть. Прекрасный иллюстратор. Вот Лена ушла, стыдливо. Тоже, наверное, не знает. Вот. Надо знать. Посмотрите в интернете. Черышников. Фантастический иллюстратор. У нас были совсем рядом Костин. Существует слава Богу Попу. Был такой художник, как и есть, как Бархин. Есть такой художник, как и был, как Басыр. Знаете его, нет? Знаете, да? Ну вот это все люди, которые жили в каждой своей работе в собственном пространстве, которое создавали. Особенно это заметно у Басырова, у Попова и у Костя. Там бог знает что. У Басырова там эти странные люди советские 30-х, 20-х годов, которые сидят, как в развалочку на лавочках у какого-то странного пейзажа с прудом. И там кто-то в пруду еще купается. Стоит какая-нибудь скульптура обнаженная, советская там «Девушка с веслом» или еще что-то. А у Костина это уже ироничное такое злобноватое отношение к персоналу. И то же самое у Басырова. А у Попова другое. Он же работает с детской литературой. И там у него странные герои. мыши, лягушки, коты. Значит, они вдруг делаются главными действующими лицами. А если появляются новые персонажи, то это сразу новое пространство. Новое пространство. Не только то, которое делают художники, но и появляется новое пространство внутри книги, что очень важно. В этом плане вот то, что сделала Жухов для образования большого количества людей, вот для Калинина, для меня, я себе просто скажу, я вспомнил, да, для всех, кто работает, для Аникста, для Троянкера, это был огромный шаг вперед в понимании того, с чем мы работаем. И я вам еще одну хочу работу вспомнить, которую крайне рекомендую посмотреть, если крайне, если так можно сказать по-русски, настойчиво за это вам посмотреть. Была такая книжка в 70-х годах, которую сделали Троянкеры и Анин, «В стране литературных героев». Знаете вы ее? Кто-нибудь видел? Вот один кивает. Я вам советую все ее посмотреть. Это издачество искусства. Где-то в 70-х, по-моему, 76-й или 78-й год. И там вы увидите, как подвижная полоса набора удачно соединяется с двигающимися иллюстрациями. Это был огромный опыт в иллюстрировании книги и в макетировании книги с иллюстрациями. Потому что, должен вам сказать, что вот у меня такой опыт первый раз возник, когда я делал книгу о Корине, о Библии Василия Корине. Там был замечательный автор, Антонин Георгий Носокович, который придумал, в общем, такое сложное задание. Каждый раз возникал реплика в 80-х годах девятнадцатого века какой-то гравюры черно-белые, хотя вещи все цветные, а к ним подбиралось бесчисленное количество аналогий. Каждое. И все это надо было уместить на одном развороте. Вот тут я, до меня, вдруг, клюкнуло в голову, что надо, чтобы полоса набора двигалась. И она может двигаться не целиком, хотя и целиком, возможно, но частями, в зависимости от того, как я вставляю эти иллюстрации, аналогии. Как я их между собой связываю. Значит, для них появляются свои оси по вертикали и по горизонтали, которые каждый раз выстраиваются в соответствии с теми задачами, которые заложены в развороте. Заложены в содержании этого разворота. Это был бесценный опыт, которым я очень дорожу для себя самого, потому что я очень многому научился. Простите за слово дважды очень, но это действительно так. Я многое понял. И я счастлив, что автор книги и художественный редактор Жуков меня поддержали. Я для себя открыл еще одну какую-то новую дверь. Вот спрашиваются, а откуда все это возникало? Кто этому учил? В конце концов, мы все окончили один институт. Многие из вас учатся в полиграфическом институте, по старой памяти я бы сказал, да? В полиграфе. То там был такой человек, замечательный педагог, Волья Николаевич Ляб. На первый взгляд, сухой человек, который немножко над нами издевался, и который не учил нас дизайну, а он нас подвел к сине, на которой была дверь, на которой было написано графический дизайн. Открыл ее, сказал, идите. И вот мы все пошли туда. И пошли разными дорогами. Это был и путь Юры Маркова, тоже замечательный был художник. И Николая Калинина, который здесь мелькал на экране. И самого Жукова, хотя он конфликтовал очень сляхлым. И там какие-то появились горизонты для каждого из нас, от личной, от опыта, который предлагал нам жизнь. Хотя мы учились у замечательных педагогов. Мы учились у Павла Григорьевича Захарова, у Андрея Дмитриевича Гончарова, у Валентина Сипановича Житинева, у Дольского, который до сих пор преподает, или только что ушел из института, ушел он сам, сколько лет было. И мы потихонечку вдруг для себя начали плыть, каждый по-разному. Но, тем не менее, ориентируясь в том, что вот эта дверь под названием графический дизайн открытая, она дает возможность пользоваться что угодно. В дальнейшем, вот смотрите, вот такой замечательный художник, как Валерий Акопов, у меня был такой период в жизни, когда я, проработав уже довольно давно, довольно много времени в издательстве искусства, как внештатных художников, фрилансов, как сейчас говорят, я попал в комбинат промографии и художественный совет, где я познакомился с очень интересными людьми. Там был Дьяконов, там был Акопов, там был Перевезенцев. Слава Богу, живые два последних человека, прекрасных художников. И они вдруг открыли еще одну страницу того, как может быть. Как может быть график, как она может быть использована. Потому что, если вы вспомните Перевезенцу, кто-нибудь видел его «Белую ночь»? Так, ну что, какие вы темные люди. Надо посмотреть. Замечательная работа. Она есть, была в Кушкинском музее, в музее гравюры. Не знаю, как сейчас. Но там ее можно было посмотреть. Надо там же посмотреть. Васырова. Надо там же посмотреть. Косина. И вы увидите, как вот этот мир графика приводит к тому, что появляется возможность пространства графического любого печатного произведения выстроить по-своему. независимо от того, с чем вы имеете дело. С классической живописи или с классической стенописи или с фресками, да, как я бы назвал сказать. Или вы имеете дело с современным искусством. Что-то уже не пошло в жизнь. Очень обидно. То, что, например, «Белую ночь» до сих пор не издали. Ну, это такое опущение нашей жизни. А с другой стороны, вот такой художник, как Калинин, он получил возможность работы с материалами, которые ему предоставили два редактора. Ростислав Борисович Климов, замечательный редактор, и Юрий Александрович Молок, и замечательный автор, и прекрасный редактор. И мне повезло работать с Молоком. Я делал ему книжку о слове о полку Игоря Гравюра Фаворского. Трудная была очень работа, но там я уговорил его и семью Фаворских снять все доски, которые были нарезаны Владимиром Андреевичем Фаворским. Как доски 30-х годов, так и доски 50-х. Вот тут странное дело. Когда вы смотрите слово о полку Игоря конца 30-х годов, или там середины 30-х годов, это очень плоские, черные, блестяще созданные по силуэту фигуры. И силуэты вообще. А когда вы переходите в 60-е, в конец, середину 50-х годов, вдруг вы видите пространство, которое рвется, разрывается с глубокой перспективой, но при этом есть одна маленькая деталь. В гравюрах вот этих 50-х годов там каждый человек, если встанет, он прорвет эту раму. Это хитрый, просто замечательный, умный ход художника. И это мало кто использовал. А ведь там можно было сделать, и я думаю, кто-нибудь сделает еще с этой книгой что-нибудь, с этими гравюрами, чтобы как-то оттуда что-то вынфрагментировать и поместить в другом масштабе, если на это пойдут наследники. Там уж с одной стороны дают надругательство над тем, что было сделано, а с другой стороны это, конечно, другой ход. Ход в первую очередь пространства. Потому что любое создание какой-то формы, любое помещение этой формы на книжный разворот в книжный блок меняет пространство книжного блока, создает его заново и дает что-то новое. Простите за тавтологию, заново и новое. Ну, это точно. Ну вот, я вам уже, по-моему, заболтал вас и много договорил, но хочу вам сказать еще одно дело. что все-таки самое главное в нашей работе шрифт. Как это ни странно. Вот тут стоящий Бем, который активно работает в шрифтовом деле, и Патуркина, которая тихо ушла отсюда, они знают, как важен выбор шрифта, при том, безумно море шрифтов, которые выплескиваются каждый день, и как важно себя вовремя схватить за руку. Мы как-то, я пришел в аудиторию, в которой рисовал курс старше меня. Там был Курбатов, Кулагин, Жуков, Лаксионов, замечательные художники. И вошел Курбатов и сказал, ну что, опять об искусстве спорите? Он сказал, да схватайте себя за руки, работать надо. Вот то же самое хочу сказать, когда работаешь с книгой, надо вовремя себя схватить за руку. Все, спасибо. Если есть вопросы, я созовусь на ответ. Пожалуйста. Если у кого-то вопросы, не стесняйтесь, задавайте. Пока есть такая возможность, и все мы здесь. Пока живы. Пока мы здесь, пока выступка работает, давайте, задавайте вопросы. Александр Борисович, расскажите про издательство книга. Ну, издательство книга это Дедащий Троянко. Ему надо заодно поставить памятник. Потому что он согласился, не согласился, а согласил Кравченко, Владимир Иванович, Владимир Федорович, который был директором книги, на то, что надо выпускать книги уникальные, с работами уникальных мастеров. И кто у него только не работал. От Спирина до того же Костяна, Дедащий Троянко, Дедащий Троянко, до Гордона, до Гордона, кто угодно. Это люди, которые приносили уникальные иллюстрации, которые размещались Троянко в изданиях этих. Там была хорошая редакция литературная, которая пошла на этот эксперимент и приняла то, что приходили художники совершенно разных, непривычных направлений. Я в свое время мне удалось сделать одну книгу, смешно применить на камне. Я делал пикову даму. я очень как-то горжусь этой работой, потому что я первый раз сделал эту тему без людей. Там были только интерьеры и детали мебели. И ничего, не было ни одного человека, ни Старухи, ни Лизы, ни Германа. И цвет. Если какая-нибудь попадет, посмотрите, это небольшая книжка, потому что потом у меня эти работы купил литературный музей, а не все, а я им остаток отдал. Это в литературном музее. Если хотите, пойдите посмотрите, если будет желание. Но в принципе можно и так. А с другой стороны, там были совершенно замечательные книги, сделанные Юрой Марковским. Был такой тоже прекрасный художник. Он был фотограф замечательный. И книги сделанные с фотографиями. Опять таки посмотрите, вы же этого не знаете, а вам это надо знать, как говорится, для общего верхнего образования. Чтобы вы увидели, какое разнообразие средств. Там работал Витя Крючков, главный художник, художникам одно время. И он на это все пошел. И это тоже дало такой совершенно неожиданный поворот, когда вдруг книги издательства, которые именовались книгой, и которые руководил директором Кравченко, превратилось в издательство Троенкера. По сути дела, если назвать вещи своими именами, потому что он запустил туда целую обойму художников, которые делали все, что хотели. Это был замечательный опыт. Не знаю, есть ли сейчас что-то подобное. Боюсь, что я, несмотря на то, что хожу каждую неделю в раз в книжный магазин, ничего подобного пока не видел. Потому что и АСТ, и Кринпол, классик, они все выпускают книги в общем по одному шаблону. Это жалко. Так что дерзайте, господа. Александр Борисович, посмотрите, пожалуйста. Вы рассказываете, что работали с иллюстрациями художников и работали с иллюстрациями других художников. Расскажите, с чего начинать и вообще как этот процесс подробнее можете про него рассказывать. Работать книги про другие иллюстрации. Как работали с иллюстрациями родных художников? Как начинали этот процесс? Ух, это смешно сказать. Занудно делал я все. Я их мерил бесконечно. Почему мерил? Потому что я выяснял соотношение между вертикали и горизонтали. угол угол вот там как это относилось два к трем три к четырем или корень из трех или корень из двух в зависимости от этого я выстраивал полосы набора и все остальные полосы набора которые возникали книги их часто менял формат под это дело очень часто и вот у меня были замечательные редакторы не боюсь этого слова и Молок и Тамара Васильевна Моисеева и Искр Шкирич и они на это шли они понимали что надо идти на какие-то шаги которые предлагают художник Николай Иванович Калинин который вы тоже присутствует на этой выступе он делал книги совсем по другому он человек который шел скорее от швейцарской школы нежели от пропорционирования а вот я шел от пропорций и к этому привык и считаю что это был хороший ход вот все но это надо все в деталях прийти посмотреть что-то осталось я хотел принести какие-то сетки но потом понял что это бессмысленно надо было снимать и показывать на экране вот сейчас на экране гусик да я считаю это самый яркий человек нынешнего дизайна самый безусловно и не потому что он там придумал эту свою систему с линейками толстыми тонкими а он это очень органично вел смотрите это семь или восемь изданий из даческого дома коммерсантов и они все живут по законам которые предложил Анатолий Гусь это мало кому удается вот кто с ним работал кто такой Александрович да да вы знаете что это такое это фантастический да фантастическое дарование и фантастическое умение пробить и хотите уболтать не боюсь этого слова редакция потому что ну что издание издание коммерсант класс ну что про политику ну что там можно сделать или коммерсант деньги ну что там сделаешь вроде бы а он нашел ход который благодаря вот той системе которую он придумал и родил можно это все сделать смотреть с интересом даже непрофессионалом я уж не говорю о тех людях которые этим занимаются постоянно вот у Троенкера когда он работал в издательстве книга был такой вариант когда он сделал возможную работу разных людей разных изобразителей в схеме которую предложил он хотя это были небольшие книжки за исключением пожалуй ну вот то что сделал Андрей Костик Евгений Анигин ну по-моему это было не очень удачным решением но тем не менее больше ничего большого не было или большего размера ну я не знаю максимум достаточно это или нет пожалуйста если хотите да вы знаете надо прежде всего уважительно относиться друг другу чтобы вы понимали что заказчик предлагает что-то вы предлагаете ему что-то и надо договариваться обязательно не вступая в конфронтацию потому что одно дело что-то когда репет писал бурлаков или заседание государственного совета и то там шел торг несмотря на то что эти вещи были приняты и были согласованы особенно заседание государственного совета я уж не говорю о Сурикове который писал Бояр Морозова где тоже там было все непросто как вы понимаете два перста или три перста но ведь люди договаривались и никто Сурикову голову не оторвал и не обрубил руку значит надо искать компромисс но при этом но при этом оставаясь на своих четких позициях которые вам негоже уступать ну к примеру это интерлиеж и размер кегля это же надо довести до конца вот Максим знает как это трудно с заказчиками это а почему у тебя такой интерлиеж большой у тебя кегель маленький а что такой большой интерлиеж к примеру а ведь может сделать восьмой кегель на шестнадцатую ногу и поместить его в формат восьмую долю и это будет работать только в одном случае если вы выберете этот формат и точно разместите внутри этого разворота внутри этого пространства когда вы его точно поместите так что никуда это не двинет а тут еще такой вопрос возникает а как бы с колумб титулом и колумб цифры это же тоже составные части любого разворота книжного вот тут тоже очень важно чтобы вы выбрали кегель как первого так и второго потому что кегель колонн титула это одно а кегель колонн цифры это совсем другое поскольку вы можете колонн цифру сделать при двенадцатом кегле двадцать четвертого или двадцать восьмого кегля но важно как вы ее поставите и соответственно точно так же все с колонн титулом а это дает определенные какие-то шансы и одновременно ограничения вот все а вот есть еще вопрос Александр Боисович а какой самый упоминающийся альбом по искусству который вы сделали в котором было трудно и радостно работать помимо корня вот у меня был интересный очень опыт с издательством искусства двадцать первого века это он сделал книжку время вперед посвященную искусству двадцат конца двадцатых и тридцатых годов где был такой умирающий авангард но авангард советский очень интересный был Феофан Грек была очень интересная работа а не расскажите пожалуйста подробнее о Феофан Грек об альбоме об этом сейчас вам грек там был очень жесткий текст написан написан из Дорнова который дотошно все выяснен до запятой в каком году была написана эта фреска в каком году была написана эта икона в каком году была создана эта книжная миниатюра и надо было это как-то объединить а он человек неуступчивый поверьте мне и мы с ним сталкивались иногда как бы оборону правда вот как я говорил кому-то мы нашли компромисс и он стал соглашаться с какими-то вещами и я с его просьбами стал соглашаться это главным образом касалось верстки аналогии которые были в главном тексте потому что надо было их как-то поместить так чтобы они а не убили текст и б чтобы они не потеряли своего художественного значения это было очень трудно ну как-то это удалось по-моему а что касается фресок они были гениально сняты алексеем дорофеевым да и гениально он вообще был с моей точки верения лучший фотограф в конце 70-х годов сейчас не знаю по-моему он перестал снимать он стал заниматься сам дизайном не видел ничего но он снимал вы себе представляете спас преображение в новгороде кто-нибудь был в этом храме там высота 32 метра и вот он снимал пророков куполи на этой высоте построив леса и залезая туда с камеры там насчет был лимбов который же тяжелый на штативе килограммов 20 весит точно и вот навел все поставил потом отошел и ждешь минут 15 чтобы вот утихло это движение настила на котором мы стоим снял раз обязательно надо посмотреть что вышло если это черно-белый идет обязательно кадр второй раз а иногда и третий это была такая адовая работа и вот так он опускает с 32 метров высоты до полотенец он держит крам и все снимал ну это была замечательная работа был такой прекрасный фотограф как Беловоз Дмитрий Беловоз замечательный совершенно другой это был такой немец который который все точно делал и когда у него вышла замуж за немцев дочка я бы сказал Дима все ты попал в свою среду ну вот он он был такой пунктуальный занудный но крайне одаренный человек крайне и блестяще владевший средствами техники у него была вся самая лучшая оптика в Москве из фотографии вот сейчас только есть подобный человек это Соломатин Диктор который тоже все время включен в новые какие-то достижения фотографии не только визуальные но и технические которые покупают это дело эту новую технику хотя это стоит безумных денег там одна лампа стоит 15 тысяч хорошая но она правда на много часов но все равно это одна лампа а таких ламп надо нужно 6 или 8 чтобы осветить какую-то победу вот Анна Наумова да выдающийся дизайнер блестящий я ее очень тоже ценю потому что она человек легкого дыхания как говорил Гунин и у нее вот это все получается естественно и никак к этому не придерешься она работает в совершенно другой сфере она гениальный плакатист не побоюсь этого слова блистательная совершенно если вы как-то сумели организовать для себя встречи с ней я могу говорить про своих студентов если мне это удастся я пожалуйста вам сделаю и Аня придет и покажет вам свою работу и она блестяще говорит а плакатиста она просто от Бога все спасибо еще есть вопросы все спасибо 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 спасибо